Выплата пенсии, працовное законодавство, земельные спрежки, доброупорядкование. Сегодня Геннадий Соловей провел особистый прием граждан. До старшиня Блвыконкама со своими проблемными, житевыми ситуациями проишли 8 человек. Диалоги отрымались от достаткования простыми, а левуниковыми. Кожаного Геннадий Соловей уважливо выслухал и разом с представниками ответных службов вызнашил шляхи ворошения хваливающих людей пытанию. Марина Джалая с подробностями. Одразу означаем, что все питания, с которыми до Геннадия Соловья звертались люди, уже не раз разглядались компетентными службами. На их были дадены аргументованные законодавчо-мотивованные отказы. И все ж таки, граждане вырешили скористаться махчимостью трапить на особистый прием до старшиня Блвыконкама. Увы, не к участку питания о померковании Геннадия Соловья можно будет вырешить. Остатнее просто еще раз подробно расслумачить. Так, сирот звернувшихся жихарка Гомельской улицы Мичурина, пытание тычилось обудовательство канализации на этой и соседней верхней улице с притягнением державного финансования. Але истинный указ президента, по яким затраты на такие работы, повинны брать на себе сами жихары. Зараз для 65 домовладаний двух улиц распрацованный проект. Сгодно ему, каждая семья за обудовательство канализации повинна заплатить приблизно по 6 тысяч рублей. Так как это уже давнишняя существующая жилая застройка, то там, соответственно, строительство сети определяется этим указом, которым предусмотрено, что строительство может осуществляться из различных источников, как средства организации эксплуатирующих, обслуживающих сети водопроводно-кондиционного хозяйства, так и кредитные ресурсы, какие другие незапрещенные законодательством ресурсы. Но самый главный принцип, что с гражданами, которые изъявляют желание, заключаются договора на возмещение, определяется количество подключаемых граждан, соответственно, строятся сети. И после этого в течение года граждане возмещают равнодалевыми долями по фактическим затратам стоимость этих сетей и, соответственно, подключение к ним. В процессе особистого приема Геннадь Соловей пропоновал найти махчимость допомога финансовым людям и частково выполнять работы за бюджетные сроки. Вредитально изучать указ. В течение недели я провожу решение. Я провожу решение. Еще один гамельшанин потребовал одновить статус ликвидатора наступства на Чарнобыльской АЭС и повысить в связи с этим пенсию. По меркованию служб, которые обладают ситуацией, такого права гамельшанин не мая. На проблемы с наличением пенсии Геннадию Соловью скарделась и громадянка, которая некоторых годов отсутствовала в Беларуси, а повертание отмовилось сгоджаться с принятыми по ЯЕ выплатах решениями. Так само сирот пытанию раздел земельного участка помеж неколькими уластниками будинка былого детячего сада. Вам поручение две недели. Соберите, позовите, садите их за стол переговоров и найдите консенсус. Усе пытания будут разгляджены в ближайшие дни. С решениями по каждым службы ознайомят губернатора и затем грамадян. До речи, по одним со зворотов на месяц довелось выезжать после завершения уластного приема. До губернатора пришла инициативная группа за непокойно неприемным пахом побачь с предприемством Гомельш-Палеры. Кинать Соловей дал доручение одразу разобраться в ситуации. Под обязанностью глядите у наступного выпуска. Новинов на телеканале «Беларусь-Чатырь». Принаджала Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».